За два месяца гражданской блокады Крыма нарушение прав человека на админгранице с полуостровом участились и стали системными, заявляют правозащитники. По их словам, здесь продолжаются случаи незаконного досмотра частных автомобилей, изъятия личных вещей граждан и препятствования их свободному передвижению. Важно отметить, что нарушение прав человека есть на всех блокпостах. То есть людей обыскивают, досматривают, изымают личные вещи люди, не имеющие на то полномочия. Власти в эту ситуацию не вмешиваются. Несмотря на то, что есть заявление в полицию о неправомерных действиях людей, ситуация с расследованием этих заявлений не ясна. Фиксируют правозащитники на админгранице с Крымом и факты нарушений прав журналистов. Последний такой случай произошел в конце ноября со съемочной группой интернет-издания «Голос Крыма». Несколько участников гражданской блокады препятствовали работе журналистов на пункте пропуска Каланчак. Нам заборонили снимать люди, которые не представились, люди, от которых шел стойкий запах алкоголя, люди, которые начали вставать перед камерой, которые уточнили тесным кольцем оператора, люди, которые сказали, что мы знаем, что вы пророссийские видания, сейчас мы узнаем, потом пошли узнать, насколько мы пророссийские видания. Мы знаем, что журналисты очень часто приезжают и влаштовывают провокации, такой был главный их аргумент, и мы вам не позволим снимать. Сотрудники батальона МВД Херсон, которые были свидетелями происходящего, отказались зафиксировать факт правонарушения. Журналистам пришлось обратиться в Херсонское областное управление полиции. Подобная история не единственная. Заявление о нарушении своих прав также подали журналисты телеканала АТР и интернет-изданий «Херсонские вести». Однако о результатах расследования этих фактов ничего не известно. Это – это порушение сегодня нашего национального права. То есть мы поводимся не как цивилизованная страна, которая признает международные нормы. Диа тех, кто находится на блокпостах, фактически подрывают основы государственной безопасности и порушивают международные нормы. Правозащитники также утверждают, что сотрудники Госпогранслужбы, которые находятся на пунктах пропуска с Крымом, нередко способствуют нарушениям прав человека. Люди, объезжая блокпосты блокирующих, доезжая до официального пограничного пункта пропуска Украины, и пограничники разворачивают и направляют в сторону блокирующих – это вообще беспрецедентные вещи. Такого просто быть не может, чтобы власти подставляли людей под опыск каких-то гражданских полувоенных формирований. Правозащитники призывают украинские власти способствовать объективному расследованию нарушений на админгранице с Крымом, а участников гражданской блокады уважать права человека и способствовать их соблюдению во время проведения акции. Инициаторы блокады пока публично не реагировали на озвученные факты, однако ранее заявляли, что акция будет проходить в рамках закона. Кроме того, инициатор акции Ленур Ислямов анонсирует третью стадию гражданской блокады Крыма – морскую.